Привет дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс и сегодня в рубрике Первый Взгляд мы с вами посмотрим на вышедшую сегодня игрушку Fallout Shelter. На самом деле игра Fallout Shelter была выпущена еще летом прошлого года, но она сначала была выпущена на мобильной платформе, вначале на ИО, затем на Андроид. Ну и как обещали нам разработчики на выставке E3 вышла вот она, полная версия на ПК, еще включает в себя все обновления, в том числе и версию 1.6. Как видно я здесь уже начинал, вначале просто хотел проверить как под запись будет, вроде бы все идет отлично, все хорошо, давайте начнем новое убежище. Как видно все на русском, все отлично. Теперь вам нужно выбрать номер убежища, подумайте тщательно, ведь изменить его уже не сможете. Мне на самом без разницы, мы просто первый взгляд делаем на игру, а поэтому давайте наугад. Поздравляем, компания Vault-Tec выбрала вас смотрителем убежища 407. Убежище защищает людей от опасностей пустоши. Вы смотрите любежище, вы должны развивать его и поддерживать в нормальном состоянии, а также заботиться о счастье и безопасности его жителей. Каждая комната связана с одним параметром Special и использует это при распределении жителей, чтобы они были счастливы и эффективно работали. Vault-Tec будет ежедневно проводить инспекцию и оценивать ваши результаты, заботитесь о счастье жителей, это ваш долг. Понятно. В общем, я как бы немножечко с игрой уже знаком, ну с мобильной версией. Я помню, что там надо было как-то развивать убежище, там можно было встроить влево, вправо, вниз, то есть во все стороны расширять его. Ну и новые члены будут сюда подступать, и этого убежища мы будем принимать по разным всяким характеристикам смотреть. Ну и можно будет их отправлять куда-то на заработки в пустоши. Так, ну вот, что подсказки, у нас сейчас обучение начинается, я его уже тут промотал по-быстренькому в начале, когда смотрел. Все было на английском, сейчас язык сменил, вот теперь можно хоть прочитать, все понятно, а то в начале бы вообще кельбердень была. Подсказка. Добро пожаловать в новое убежище, смотритель. Позвольте познакомить вас с основными принципами его работы. Сначала построим комнату. Нажмите на значок молотка, чтобы открыть меню строительства. Такс, генератор можем построить. Хорошо. Для функционирования комнат нужна энергия. Нажмите еще раз, чтобы подтвердить. Ну и здесь мы выбираем, где будет наша генераторная находиться. Ну не знаю, она должна быть как можно ниже, это все-таки генератор. Хотя не, можно прям вот под главный, под входом зоны строительства, это места, в которых можно строить комнаты. Ну да, мы это знаем. Пускай будет здесь. Теперь нам нужны жители. Благодаря им генератор будет производить энергию. Хорошо. Вот они прибыли, первый усач у нас какой-то. И дамочка. Так, смотрите, новые жители уже стучатся в дверь убежища. Добро пожаловать. Вот житель, давайте посмотрим на его параметры. Нажмите на жителя, чтобы открыть экран с информацией. Вы можете увидеть параметры жителя. Данная информация поможет вам устроить все так, чтобы житель работал наиболее эффективно. Ну у него что? Тут надо разбираться в этом всем. Вот это что такое, допустим? Не пишется. Специальность как-то. Что это вообще? Тут ничего не активно. Ну это его одежда, я так понимаю. Оружия у него нет, питомца тоже нет. Уровень первый. Это его настроение. Скорее всего 50%. Он себя так себе чувствует средненько. Ну правильно, по пустошам лазить. И еще бы. Ну хорошо. Чтобы выбрать задание для жителя, нажмите на него и удерживайте кнопку мыши. А затем перетащите его в какую-нибудь комнату. Сделайте так, чтобы этот житель оказался в комнате, где находится генератор. Ну давайте прям сюда его и зашвырнем. А ну давай пошел. Иди работай. Теперь назначи второго жителя в комнату с генератором. Помните, нужно нажать на жителя и удерживать кнопку мыши, а затем перетащить его в комнату. А у тебя что за характеристики? Эх, почитать нам не дают. А может два раза надо на нее нажать? Нет? Ну ладно, давайте просто перетачим. Ну все, отправляются. У нас первые жители в нашем убежище есть. Неплохо так и интересно. Ну все так стилизовано, сделано очень красиво. Графика, видно, что на компьютер постарались они. Хотя, что тут говорить. И на телефонах сейчас уже настолько все технологично, что вполне даже смотрится и на маленьких экранчиках. Теперь, когда в комнате есть жители, она начнет производить ресурсы. Дважды нажмите на комнату, чтобы рассмотреть ее поближе. А, ну ты, ну-ка. О, неплохо. Если вы сильно нуждаетесь в ресурсах, можете воспользоваться ускорением. Нажмите на кнопку ускорения и откроется меню ускорения. Ну-ка, ну давайте попробуем. Происшествие 33%, да? Ну давайте. Отлично, вы использовали ускорение и получили крышки. Ну, хорошо, да, даже без происшествий. Давайте посмотрим вторую комнату. Ну давайте. Вам нужна столовая. Она будет производить пищу. Ну хорошо, отправьте жителей сюда, чтобы производить пищу. Ловкость какая-то, здесь сила. Ага, здесь преобладает ловкость, да? Ловкие люди нужны в столовой. Ну, давайте строить ее. Ну, рядом с генератором это глупо, конечно же. Давайте, наверное, знаете, где ее сделаем? Где-нибудь наверху. Вот здесь вот вроде спальни, так проснулся, встал, да? Сходил в туалет и тут же пошел кушать. По-моему, неплохо будет. Теперь построим еще одну комнату. Ох, сразу расширяться должны-то как. Теперь вам нужна станция обработки воды, которая будет производить воду. Нажмите на станцию обработки воды. Хорошо. Такс, а станция обработки воды должна быть, наверное, с генераторной рядом где-то. Давайте, наверное, здесь и построим ее. Промышленная зона такая. Отлично! Вот пища и вода. Они помогут жителям вашего убежища поддерживаться в какое-то время. Следите за индикаторами, чтобы быть в курсе того, какие ресурсы вам нужны. О, да, значит будем пополнять. Подсказка. Смотрите, новые жители пришли ко входу убежища. Теперь вы познакомились с основами деятельности смотрителя. Продолжайте расширять убежище. Заботьтесь о безопасности и комфорте его жителей. Удачи! Ну и вам удачи. Теперь нас пускает свободное плавание. Теперь мы знаем, как минимум, что здесь делать, как это все делается. Так вот ты кто такая? Ну-ка. Надо еще разобраться с вот этим, вот какие навыки у ней. А, во, ну-ка. Если сюда нажать, появляется подсказка. Ловкость 2. Нам нужны ловкие люди на кухне. Ты у нас какой? Ну-ка. Ловкость тоже 2. Есть, конечно, повыше. Троечка там. Тоже нет, да? Какие-то вы все бесполезны. О, ловкость 5. Вот ты вообще на кухне сгодишься оптимально. Давай-ка. Пошел готовить. Вот сюда. Ну-ка. Отправить в подходящие комнаты 2 жителей. Это у нас задачка такая? Ну, каждый новый житель, он, мало того, он как бы нам приносит, да, конечно, пищу и все такое, рабочую силу. Но это же все равно голодные рты, и каждого надо кормить еще. Ты что там творишь теперь? Ну-ка. Вы можете отправлять жителей на разведку в пустошь. Для этого перетащите жителя в пустошь и снабдите припасами, чтобы он смог отправиться в путь. Ну да, я об этом уже говорил. Я знаю, что так можно. Интересно, что он тут делает, Габриэль? Столовая. Он что-то пишет. Я думал, он тут прям готовить будет как-то. Хотя, наверное, повара нужны какие-то, чтобы готовить. Ну-ка, давайте его ускорим. Жители с высоким уровнем удачи с большей вероятностью могут провести ускорение успешно, а также увеличивая шанс получить крышки на завершение от переведенного цикла. Ну давай. Успех. Отлично. Ну у нас еда при... Ну у нас еда вообще на максимум. Нам сейчас это в принципе не нужно, надо другими вещами заниматься. Выполняйте задачи, чтобы получать крышки. Узнать о задачах, нажмите на ленточку в меню пип-боя. А, вот туда задачки у нас будут. Ну-ка, что у нас за задачи есть? Отправить в подходящие комнаты двух жителей. Хорошо, одного мы уже отправили. Давайте найдем остальных. Как мне из комнаты выйти? Во, нормально. У мужчины и женщины, которых вы определили в жилую комнату, могут родиться дети. Неплохо. Что здесь происходит? Мне кажется, Элизия здесь действительно дует. О чем ты? Улучшайте комнаты, чтобы они производили больше ресурсов. Чтобы улучшить комнату, нажмите на стрелку в правом нижнем углу. В правом нижнем углу стрелка. Так, задачки. Вы скройтесь отсюда, вы мне не нужны. Как вас убрать отсюда? Теперь постоянно будет гореть... Зачем ты мне нужна здесь? Ладно, пускай горит. Давайте посмотрим. Здесь у нас вот это что? А, вода очистная. Да... Как убрать вот эту? Во. Так, что здесь нужно? Какие навыки? А это что такое? Что за стрелка? Производство 8. Улучшение. Непонятно. Можно уничтожить, а можно улучшить. Но здесь, скорее всего, какая-то механика. Вот буква П. По-моему, тут и так все разделяется. Именно по таким буковкам, как я понял. Вот П, да? Надо и смотреть. Воспроизводство может быть. Так, у тебя троечка, значит. Ты у нас какая? О, 5. Оптимальная. Давай, будешь трудиться у нас вот здесь с крысами. Надеюсь, ты их сейчас перебьешь тут всех. Выполнено. Отлично. Крышечки. Заработок так идет. Нормально. О, курсор мыши. Точнее, ролик можно отдалять, приближать. Это весьма удобно. Только сразу тихо становится. Чем дальше от убежища, тем более тихо. В объединенных комнатах можно разместить больше жителей и производить больше ресурсов. Хорошо, будем знать. Что у нас там еще по задачкам? Повысить уровень одного жителя. Интересно, как я это сделаю? Отправить одного жителя в пустошь. Так, мне надо уровень повысить. Давайте, наверное... Кто у нас тут самый такой бесполезный? У тебя что там? 2, 1, 3. Ну, это вообще плохой, да? У тебя надо как-то повышать. Ты у нас слабоватая. Причем ей работа нравится. Это круто. О, кстати, вот уровень. Выше. Выше. То есть их нельзя любого, да, повысить. И только тех, у кого есть... К этому... Заработок там... Ха-ха-ха. Какие-то здесь повышают. Это странно. Так, ну хорошо. Пускай повышаются. О, и это тоже может повыситься. А тут у нас, я смотрю, тут пищу уже создал. Какой молодец. Строите дополнительные кладовые или улучшайте уже существующие, чтобы получить больше свободного места на складе. Так, ну мне под пищу надо бы на самом деле склад сделать. Так, что у нас тут есть? Столовая, лифт. Станция обработки воды и кладовая. Они закрыты. Необходимо 12 жителей. А из этого все, что тут вначале у нас, по-моему, нет только жилой комнаты. Да ведь? Давайте посмотрим. А нет, вот жилая тоже есть. Можно и в жилую кого-нибудь отправить? Молодец. Так, слушайте, вот эта вот труба, это я не понимаю. Это я что, не его что ли? Энергоустановку я улучшать начал. Вот оно что. Ну ладно, пускай. Я, видать, просто промахнулся. Так, как тебя выделить? Ты так... Слушайте. Ой, короче. Бог с тобой. Вы можете выдать оружие и одежду жителю, а также применить антирадин и стимуляторы на панели информации, которая появляется после нажатия на самого жителя. Ага. Ну вот антирадин, да? Или вот антирадин, скорее всего. Оружие. Кулак. А где оружие брать? Ну, наверное, каких-то надо строить для этого. Ну, в общем, будем разбираться. Так, что у нас дальше делать? Короче, собрать 50 единиц воды. Ты у нас там что, добываешь? Нет, ты что тут варишь? Давай быстрее. Что, ускорим ее? Скорее, давай-давай. 31% это на самом деле многовато. Но можно попробовать. Есть успех, повезло. Вам нужно больше жителей? Попробуйте назначить жителей в жилые комнаты, возможно, вам повезет. Хорошо. Ты у нас какой-то непонятный. Слушай, вам не хватает крышек, понятно. У него написано, что уровень, да, повышен, как бы. А сам он не хочет способствоваться этому. Так, здесь у нас что, в жилых комнатах? Тут даже никаких свойств не нужно. Можно любых брать? Ну, давайте. Вот девушка стоит какая-то симпатичная здесь. Грустит, скучает. Плоховато она, конечно, по свойствам. Ну, пускай. Иди в комнатку. Прибираться будешь там. И мужик. Нормальный такой, вроде. Харизма. Харизматичный. О, я думаю, ей весело будет с ним. Давайте вдвоем там устроитесь. Может, детей здесь нарожаете. Будут у меня новые тут маленькие спиногрызники ползать. Вот этот сразу повышается. На него нажимаешь, он повышается. А вот этого как-то непонятно. У него вроде как уровень. Наконец-то я попал на него. Вот здесь странно было. Почему-то я его выбирал, когда, ну, так вот приближенно. Выбирался генератор на него. А вот так отдалил. И сразу же нормально. Так, все отлично. Давайте еще что-нибудь строить. Надо, надо больше строиться на самом деле. И можно еще в генераторную, кстати. Ой, в эту, в воду. Что-то вода долгая здесь. Кстати, меньше всего он на самом деле электричеством не добывается. А с водой и с едой-то проблем-то нет. Вы что здесь так плохо работаете? Ребят. Что-то я не понял. Может, вам тут еще что-нибудь улучшит? Крышек не хватает. Я и забываю все время. Надо еще генераторную, значит. Надо две генераторные. Давайте прям снизу, наверное, построим. Во, чуть-чуть побольше. Хорошо. Построив рядом два или три одинаковые комнаты, вы объедините их. Я только про это говорю. Именно это я сейчас и хотел сделать. Так, ну что, давайте еще одну генераторную где-нибудь снизу. Слушайте, ну они не объединяются, да? Их надо вот так вот прям рядом по горизонтали. Тогда будет нормально. Я уже, по-моему, так-то запортачил здесь расположение всех этих комнат. Ну, бог с ним. Мы, в принципе, так-то просто смотрим. На эту игру, которая вот вышла. Что к чему и как она выглядит, чтобы вы знали вообще играть, не играть. Ну, скажу, это увлекательный процесс на самом деле. Чем больше мы здесь будем всего раз отстраивать, тем больше у нас будет всяких проблем возникать. А еще же надо в пустоши отправлять. Так это вообще, наверное, интересно будет. Вот это что за комнатушка? А, эта дверь просто убежища. Ладно. Вот сюда давайте отправим. Здесь у нас что используется? Давайте посмотрим специалиста. Отправлять жителей в пустошь. Ну, я знаю. Сейчас отправим. Подождите секунду. Нам надо подходящего. С, сила 2. Слабоват. У тебя что, 3? Какие-то они вообще не подходящие. Совершенно. Ну, вот единственный, сила 3. И вот, вообще не знаю. Ладно. Иди. А вот и водичка прибыла. Энергии катастрофически не хватает вообще. Между тем, у нас тут квестики выполняются. Задачки. Собрать 50 единиц. Уже 16 из 50. Неплохо. Можно одного отправить в пустошь. И сейчас ему, наверное, это и сделаем. Вот единственная, кто растет у меня хорошо. Ей нравится на воде. Она у меня даже улыбка на лице. Видно, что она получает удовольствие. Так. Ну, не знаю. Давайте сначала одного к нам в убежище просто пригласим. А потом его отправим в пустоши. Хотя можно вот харизматичного. Хватит тут зажигать с девушкой. Давай-ка это. Как его отправить? Просто на улицу, что ли? Вот так? Нет, я не думаю, что это так делается. Надо здесь посмотреть. Так. Снабдить его. Оружие. Ну, он без оружия пойдет у меня. Это, конечно, будет не очень. Питомцев тоже нет. Из-за одежды на него обычно. Что произошло? Они... Они... Оооо. У них любовь. Даже ядеркова не такая сладкая, как ты. Побежали. Симсы вспоминаются. Сейчас у них там будет вуху делаться. Ну, что они сейчас выйдут? Потрепанные все, наверное. Жизнь кипит в убежище. Смотрю. Ох, быстро вы тут, а? Как она тяжело идет. Но ты, Артурчик, вообще просто... Космической скорости все делаешь. Артур. Артур и Ребекка. Ну, славно, что... Теперь у нас скоро будет здесь ребеночек. Ну, его точно в пустоши тогда отправлять не надо. Иногда я представляю себе, что это комната. Огромный особняк на 20 гектарах земли. Ну, ладно. Им нравится здесь жить. Пускай сидят. Пускай они выполняют свою миссию размножения. Тогда у нас в пустоши пойдет... Давайте вот просто сейчас какого-нибудь Лео возьмем. Иди на кухню тоже. Вы заполнили жилое пространство. Убежище до отказа. Постройте больше жилых комнат, чтобы привлечь новых жителей. Хорошо, сейчас построим. Вам не хватает крышек? Да ладно. Крышки надо. А для этого надо, чтобы они здесь что-то выполняли. Что-то делали. И только когда у меня хороший успех какой-то происходит, только тогда крышечки летят. Ну, можно крышки, я так понимаю, в магазине, в официальном Бефезды там покупать, приобретать онлайн. Но это для тех, кто любит все побыстрее. Это естественно. Что? Этот сидит считает, а второй там что-то столы протирает, да? Надо было девушку взять для этого. Для протирания столов. Кто-то украл мою бутылочку. Досадно. Не повезло тебе. Еще водичка прибыла. Слушай, как отправлять их? Ну-ка. А, во, да. Просто перетащить. Ну, да, действительно, значит, так и есть. Иди на разведку. Хорош тут. Выдавайте снаряжение жителям. Прежде чем отправлять их в пустоши, это повысит их шансы на выживание. Нет у меня снаряжения, увы. Мы пока что нищие. Нищие убежища. А выживаем как можем. Надеюсь, он вернется живым и здоровым. Побежал? Молодец. Наконец-то свежий воздух. О, крышки дали. Может быть, сейчас я смогу как раз построить себе комнатушку жилую. Ну-ка. 130 надо. Нет, слишком много. У нас всего лишь до 78. Это все из-за того, что я ускорение использовал. Если бы я ими не пользовался, может быть, сейчас как раз было четко под это все. Так, ну можно замену ему, пока тот у нас по пустошам шляется. Можно вот сюда кого-нибудь S. Сила 2. Дохляки вообще. Ох, вообще не знаю кого. Ну давайте вот усатый мужик. Он, в принципе, больше похож на какого-то слесаря. Убежище переполнено. Постройте больше живых комнат. Хорошо. В общем, сейчас в любом случае нам надо ждать, пока у нас скопятся крышки, чтобы построить себе вот. С. Харизма. Увеличить максимальное число жителей, позволяет создавать новых жителей. Крышек вот не хватает. В любом случае придется ждать. Ну и всякие квестики выполнять. За них здесь тоже не дается. Может быть, сейчас этот вернется с пустошей. Мужик и принесет нам крышечки. Но пока можно просто вот так вот сидеть и смотреть, как они там работают. Может быть, что-то делают. И постепенно, постепенно, может быть, здесь будет что-то улучшаться. Вот, допустим. Хопа-на, энергия есть. Неплохо. Что у вас тут происходит? На каком месяце? Иногда я представляю себе, что живу не с сумасшедшим человеком. Какие у них там пошли уже. Знаете, на беременности часто начинаются всякие мыслишки подобные. Вау, это тяжелая ситуация. Наверняка, смотритель лично займется этим делом. Честно. Во чем? Чем это должен заняться? Хм. Как думаешь, какое самое странное животное мутант? У них тут общение идет. Может, акула с ногами? Нормально общаются. Такие обычные, типичные, убежищные разговоры. Счастлив тот, кто много работает. У этого здесь прям настоящий такой коммунист. Такие лозунги у них прям. Так, все? Тебе одной тут не скучно? Я тебе скоро кого-нибудь приведу. Будет вам нормально здесь. Крутишь гайки. Ты хоть счастлива? Да, 85 больше, чем счастлива. А говорят, да, не мужская работа. Вон, смотрите, какими гаечными ключами там вертик крутит. Нормально себя чувствует. У нас вообще странное убежище. У нас гайки крутит. Женщина стоит на трубах. А столики протирает. Вот такой вот мужичок. Просто идеальная работа. Он причем сам даже счастлив. И он прям говорит об этом. Им очень все нравится. Да и вообще, в принципе, всем убежище нравится. Просто оно маленькое. Пока маленькое убежище еще бы не нравилось. Здесь, в принципе, справляться совсем легко. Потому что никого нет. Нигде не надо бегать по комнатам и все собирать. Вот харизма 3 большая. Его бы в жилые комнаты, на самом деле. Вот как раз, как построиться, надо будет туда ее отправить. О, ну-ка, у тебя что-то тоже большое было. Удача. Ух ты. Тебя надо в пустошь отправлять. Там удача пригодится, наверное, тебе. Это такой средниковый старичок. Ничего хорошего. Вот единственный, кто нормальный, вот эти первые два. Ну, еще есть надежда, что и у этих родится нормальный, здоровый, хороший ребенок. У Ребекки, да у Артура. Как у вас тут? У ней вообще, смотрите, настроение 100. Она прям счастлива, что она беременна. А ты? Тоже на 100. Скоро станет отцом. Тоже счастлив. Отлично. Сыграем как-нибудь в карты? Эти все беседуют. В карты давайте еще тут начните играть. Главное, чтобы не на деньги. Азартные игры здесь вообще не нужны будут. А то потом начнутся карточные долги. И того начнут терроризировать. Этого. Потом в итоге еще кого-нибудь убьют. А кто-нибудь повесится от карточных долгов. Сколько таких случаев было? Ну, не знаю, что с вами делать, ребята. У меня нет вообще ничего, чтобы вам построить. Может быть, просто здесь надо... Ага, ну я тоже не наберу. 12 жителей, чтобы набрать. Это надо... Надо крышки. Крышки, крышки. 78. Ну да, конечно, открыть здесь. Давай, открывай. Хлам. Увеличительное стекло. Замечательно. Это нам за те квесты дали. Какие-то тут. Ты, энергия 50. Это нормально. Ух ты, костюм полевого санитара. Нормально. Надо было одеть на того. Умно. Блин, 100. Вообще круто. И костюм еще прочный комбинезон убежища. Вообще нормально, слушайте. Это хорошо. Я вспомнил мне, что тут летали чемоданчики. Ну, вода 50. У меня сейчас вообще все по максимуму будет с такими. Настольный вентилятор. Вообще нормально. Мне сейчас его не хватает очень. Крышки до 500. Это что-то чересчур много. Походный костюм и... О, ржавый дробовик. Так, эх, если бы знал тот мужик, который сейчас по пустошам лазит без всего. Сколько тут всего есть. Комбинезоны, дробовики. Он меня, наверное, сейчас вас ненавидел бы, сказал. Ах, он гад отправил меня просто так. Интересно, а комнаты можно как-то просто перемещать? Допустим... Подождите. Нет, спасибо. Я уж лучше пассианс разложу. Так, вот выделяем комнату. Вниз, лево, вправо, нет. Ну-ка, правой кнопкой мыши. Нет, я просто приближаюсь. Может, как-то через ремонт это можно сделать? Ну, не знаю пока что. Ладно, давайте живую комнату нам надо строить. И будем мы ее строить. Наверное, вот этот вот весь ряд у нас будет живой. По-моему, будет нормально. Ну, по идее, должно быть нормально. Можно уже даже сюда заселять. Вот у нас харизма девушка есть. Нормальная такая. Три харизма. Упс, и побежала. Ух ты, здесь у нас новые претенденты. Так, это... Во. Я тебя, помню, не видел. Удачи, три. Или ты новый? Не, хотя все те же самые мне показалось. Ладно. Давайте здесь... Ты у нас как тут будешь справляться? Одна тебе скучно, наверное, сейчас будет, да? Надо кого-то еще, чтобы ты размножалась. Иначе какой от тебя толк? Ну, сейчас скоро вернется мужик. А, мужик у нас здесь будет работать. Давайте тогда найдем... Кого-нибудь харизматичного тоже им туда. Два всего лишь. Ну, ты совсем уже старпер. Тоже два. Ну, ты хоть самый более-менее молодой с виду. Давай вот сюда с ними. Пообщайся с ней. Надеюсь, общий язык найдут. Ну, так-то по показателям у меня все целиком и полностью хорошо. 79%. То есть, все более, чем даже успешно у меня. Сейчас прям все очень даже отлично идет. Никаких ни происшествий, ничего. Ну, и самое главное, показатель. Процент. Это значит, что они себя чувствуют счастливо здесь. Так, что у нас там по задачкам? Давайте смотреть. Продать оружие или костюм. 25 крышек дадут. Продать. Слушайте, жалко же будет продать. Я бы мог его владеть лучше на своего какого-нибудь мужика. Перед тем, как отправить в пустоши. 50 воды собрать уже скоро. Скоро совсем. Можно ускорить, но я не буду это делать, потому что мне крышки сейчас нужны. Давайте, допустим, построим. Отправьте жителей сюда, чтобы производить воду. Ух ты. Станция обработки воды. А что она дает? Интересно. Просто очищает, как бы. Тоже воду дает. Подождите. Это... А, такая же обычная станция, что ли? Она как-то выглядит на картинке. Вообще на превьюшке другая совершенно. Сравните, да? Ту станцию, которая там нарисована. И вот эту. Ну, она там, скорее всего, уже в апгрейсенном виде нарисована. Или у меня здесь голые стены, тараканы какие-то ползают. Непонятно. Или там, да? Я аж ее не узнал. Думаю, это какая-то очистительная станция особая. Не оказывается, просто. Уже у нас присутствует такая. Ну, я не знаю, что еще построить. В принципе, там не вот. Надо 12 жителей набрать. А у нас здесь их сколько? Это что за 10? Вот это что такое? 10 жителей из 16. Да, мне еще двух надо закинуть куда-нибудь. Ну, давайте вот, наверное, к ней. И П здесь требуется. Давайте посмотрим. П, П, П. Ой, не, у тебя совсем плохое. П, 2. Ну, хоть что-то. Они тут еще улучшаются. Я, насколько знаю, они становятся лучше. То есть, они, если будут работать на своей работе и чувствуют себя хорошо, у них будет скилл повышаться. В том или ином там деле, которым они занимаются. А эти уже здесь зажигают. Ну-ка. Как у вас тут? Нормально дела идут? Какой трогательный у тебя костюм. А можно его потрогать? Хе-хе-хе. Хорошая шутка. Надо запомнить. Э-э-э. Кент и Джессика. Под музыку зажигают. Надеюсь, на нас сбросят еще одну бомбу. С тобой я готов залезть в убое убежище. В общем, флирт полным ходом прет. Так, вапсту как? Нормально будет вместе? Нет? Лучшая работа в мире. Хе-хе-хе. Как она эти гайки с каким усердием здесь крутит. Насколько ей сильно нравится эта работа. Я счастлив. Я счастлив за нее. Значит, хорошо. Значит, у них шансы, там, что только в возгорании. Или, там, не знаю, какие-то эксцессы. Реже, наверное, случаться будут. Так, ну, вот здесь кто у нас? Эс. Может, тебя туда отправить, что ты у нас стоишь? Сила 2. Ну, не знаю, троечка бы хотя бы была. Конечно, это даже не 5. Ну, нам надо 12 нам, чтобы выполнить задачу. Давай. Бог с тобой. Пока тут вернется. Открыта новая комната. Замечательно. Вот. Кладовую открыли. Что дает увеличивать максимальный запас приметов и питомцев. Отлично, можно построить Так, ну, кладовую Куда можно воткнуть? Давайте, наверное, где-нибудь Там же, где генераторный, по идее, она должна быть Где-нибудь, наверное Не знаю, подождите Кладовую я буду расширять же еще, да? Надо будет ее расширить, наверняка Чтоб она была большой А поэтому надо как-то Давайте, наверное, сюда вот ее воткнем Не, вот сюда, потом вот так вот в горизонталь Все, пускай здесь кладовая будет Не очень, конечно, мне кажется, сейчас расположение О! Ящичек дали, потом я его открою обязательно Надо было изначально тут все так спланировать Вообще разузнать, какие комнаты есть Но, как всегда, первый блинком Я сколько раз играл, помню, в SimCity У меня тоже первый город получался какой-то вообще катастрофично уродливый Весь какой-то кривой, непонятный А потом ты уже понимаешь, какие там постройки будут Какие здания, что там к чему И в конце у тебя все уже получается такое Улицы такие квадратные, ровненькие Отдельные райончики Одноэтажные возле реки В центре у тебя большие небослёбы Ну, то есть ты все уже так планируешь более четко Ну, в первом взгляде, что ожидать Вот такое вот трехэтажное убежище какое-то Убогое, можно сказать Ну, зато, смотрите, зато все счастливы 84% И плюс еще какие-то задачки выполняем так-то Мне интересно, что с моим тем стало Куда-то ушел в пустоши и потерялся Долго ли он там будет бродить И вообще живой ли он там? Вот в чем вопрос Насколько я могу дальше отодвинуть Все, да, максимально, насколько Ясно Вот так вот Ветер аж завывает Ну что, тебе тут нормально? Работа нравится? Нет, не очень 50% всего лишь Ух ты, происшествия случаются При провале ускорения Или же просто сами по себе Жители, находящиеся в комнате Где случилось происшествие Автоматически начинают принимать меры По борьбе с бедствием В ходе этой борьбы Жители теряют здоровье Если жители терпят поражение Происшествие распространяется И на соседние комнаты Подсказка Перебрасывайте жителей в комнаты Где случилось происшествие И выводите оттуда раненых Чтобы они не погибли Что я должен делать? Вы, дармоеды Вы что тут натворили, а? Ух ты Меня дрожь пробирает Передоз кофеина Все нормально, Лосус? Все прошло Хорошо Видать справились с этим всем Ну здесь что-то у них загорелось Там все в дыму было Нельзя, чтобы тебя услышал Смотритель Иначе он выпишет Двойную Тебе двойную смену Обязательно Они думают Что я их не слышу Какие наивные А это у нас тут растет и растет Она больше всех Причем растет И от нее крышек больше идет Вообще золотой сотрудник Ей бы премию какую-нибудь выдать Можно было бы здесь так делать? Хотя может быть даже можно Я не знаю Но пока что тут все Так ограничено В действиях Собирать, да отправлять И строить И все Пока что ничего более такого Вот 48 из 50 Скоро воду добуду И еще один квестик У нас выполнится Наконец Ну-ка Да Всего лишь две денечки Дождаться надо Чуть-чуть осталось совсем Можно конечно ускорить Но не знаю А что они здесь нарушат Другие убежищи? А что есть и другие? Хм Знаешь ли Ни одно наше здесь такое Дэниел Тебе как? Нормально? 75 Да Вполне себя хорошо чувствует Молодец усач Здесь в убежище Мы в безопасности Верно Думаю что не очень-то Вы в безопасности Потому что Я за рулем И я скорее вас тут всех сожгу Нечаянно однажды Ну в принципе так-то Такой вот среды Они защищены Хорошо Здесь по-моему даже можно Еще и дверь Да так Улучшать Я так понимаю Дверь убежище Вот допустим Уровень да Повышает прочность двери Скорее всего На меня потом Начнут нападать Какие-нибудь мародеры Рейдеры И прочие Негодяи И можно будет дверь Укреплять Может быть здесь даже Какие-нибудь оборонительные Редуты можно будет построить Я не знаю на самом деле Но мне почему-то Окажется что действительно так Потому что В оригинальном Даже В фоллауте В такой игре Ну полномасштабной В третьей части Там даже если можно строить А здесь в принципе Все на строительство То еще бы здесь Не сделали такой возможности Что-нибудь Наворотить Тут каких-нибудь Может О вода Прибыла Все мы выполнили задачку Да Я собрал 50 же Нет 48 из 50 Не хватает места Походу Она у меня битком забита Потому что вода Никуда не расходуется Надо еще одну столовую Построить Чтобы туда больше Наверное Да и вообще Как-то вы еды Мало добываете Ребят Давайте наверное Нам действительно Столовую Куда-нибудь Вот здесь Пускай будет Огромная столовая И еще надо сюда Значит теперь Людей Добавить О Отлично Давайте народ Работайте лучше А это тоже Тут уже беременная Ходит А вы долго будете Здесь еще Дом Милый дом Я им даже Немножко завидую Такая музыка Комфорт Уют Как скажешь Говорит Ну ладно Давайте Ну молодец Чего-то добился Ты тут один даже Справляться Умудряешься Совсем Хотя я У меня к тебе были Плохие такие Смотрите Тоже 50% всего лишь А нормально работает Даже причем С улыбкой на лице Я думал Он там все Испортит Ух ты Еще одно повышение Нормально Можно еще Живых комнат Построить Тогда к нам Больше будет Посетить Или приходить Новых Давайте наверное А у меня не хватит Да крышек Ну да точно 136 У меня есть Сундучки там Эти Или что Давайте попробуем Вскроем Такс Квантовая Деркова Отлично Она ускоряет По-моему Ух ты Оружие дают Револьвер 44 Нормально Микроскоп Я не знаю Зачем он не нужен Хлам написано Крышки 100 Отлично Вообще нормально Житель Ух ты Вот как раз Мы ее сейчас И заселим Все Давай Как у вас Тут процесс Проходит Такс Ну надо Как раз Живую комнату Значит строите Нам не хватает Жителей Во Че Огромная комната У вас Общага Прям теперь Получится Ты себя будешь Нормально чувствовать Если я прям К ним Тебя закину Какой-нибудь Ширмой там Огородитесь Если что Уж Извините Но на улице Постапокалипсис У нас После ядерной Войны А поэтому Уж тут Не до комфорта Как-нибудь Я надеюсь Они тут Справятся Такая Реально Общага Здоровая Ну Это Зато Хоть поболтать Будет С кем Мужик Правда Один Ему Не с кем Переговорить Надо тоже Компанию Составить Мужскую Надо будет Еще мужика Найти Туда Переправить Вести Все парами В принципе Вот единственное У нас вот Стоит Скучает Ну и мужик Теперь здесь будет Хотя ему С двумя Вон смотрите Он к ней Тоже уже Не теряется Подбежал Сразу же Перекинуться Парой словечек Ну и плюс У нас еще где-то Мужик в пустошах Путешествует Я не знаю Когда он вернется Так Ну что Я думаю Вообще В принципе На сегодня Можно закончить Этот первый взгляд Да и вообще Не то что на сегодня Вообще Закончить этот первый взгляд В общем Вышла такая игра Идет Очень хорошо Стабильно Никаких Ни лагов Ни фризов Ничего На максималочках Можно сказать Ну на полный экран У меня все разворачивается И все очень хорошо Смотрите Нигде никак не подвисает Все отлично В общем Неплохой продукт И кто любит Fallout Я думаю Вполне По достоинству Оценит и эту игру Хотя здесь нет такого Что мы сами путешествуем Ну почему бы Не отстроить свое Убежище И не заполнить его Битком до отвала Людьми И всякими Вкусностями И полезностями Которые здесь Постоянно отдаются Ну и все Я думаю На этом можно закончить Спасибо за просмотр Если вам понравилось видео Можете поддержать меня Поставив палец вверх Можете написать Какой-нибудь комментарий К видео И не забудьте подписаться На канал Если вы еще этого не сделали Ну а с вами был Денни Марс И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok